Здравствуйте! Меня зовут Валентин Хохлов. Это очередной выпуск из цикла об истории средних веков, четвертый сезон, в котором мы говорим о странах Иберийского полуострова. И в этом четвертом выпуске я обещал рассказать о жизни общества в Вестгодской Испании. Мне приходится записывать этот выпуск в походных условиях. 24 февраля рано утром я проснулся от звуков взрывов. Так, путинская Россия напала на мою страну, они бьют и по мирным объектам, и по жилым домам. Поэтому мне пришлось покинуть свой дом. И пока я имею возможность что-то где-то записывать, я сделаю часть выпусков, которые у меня были запланированы. Не знаю, насколько долго это продолжится, но вот такая ситуация. Я также прошу тех, у кого есть возможность поддерживать этот проект на сайте patron.com, k-o-k-o-k-h-l-o-v. И подписываться на мой канал YouTube, который можно найти по моему имени, Valhalla. В предыдущих выпусках мы рассмотрели основные события в жизни Испании 5-7 веков. Это были королевства свевов, королевства эскотов. У вас, наверное, возник вопрос, как же там жили люди в этот период, насколько сильно варвары изменили уклад жизни по сравнению с Римской империей. И шла ли Испания в этот период упадок в результате покорения варварами. Но попробуем с этим разобраться. В первом сезоне у нас были выпуски номер 6 и номер 7, где мы довольно подробно рассматривали жизнь общества и права в раннем средневековье. Причем основой анализа было королевство франков, то есть Галлия. Но дело в том, что я пользовался такими источниками, как книги Бизон, Лебека. Там были косвенно затронуты вопросы демографии, языка, права в королевстве эскотов. Но вот у Альтамира и Кривия общественная жизнь Испании в этот период посвящена гораздо меньше внимания. То есть да, там есть у него две главы, достаточно небольших. Но он в самом подтверждает те выводы, которые были сделаны в первом сезоне. Что касается демографии, то население Римской Испании в 200-м году в нашей эре, то есть период такого расцвета Римской империи, ну конец уже расцвета, начало упадка. Но это максимум ее населения. Вот по работе Макэвэ и Джонса население Иберийского полустрова на этот момент оценивается в 5,5 миллионов человек. К 400-му году она сокращается до 5 миллионов человек, а минимальная численность населения зафиксирована там, ну оценивается на 600-650-е годы по 4, порядка 4 миллионов человек. Из них лестготов было, ну, около 100 тысяч, где-то так, может быть чуть меньше. Значит, вандалы Свео были еще менее многочисленные, порядка 40 тысяч человек вандалов, Свео, где-то так же, может меньше. Таким образом, даже если учесть, что на момент поколения Испании в 5 веке суммарная численность не превышала 2-2,5%, численность варваров по сравнению с ибероримским населением. Ну, даже если положить, что у варваров были высокие темпы рождаемости, а ибероримское население сокращалось, но все равно вряд ли в 7 веке, то есть вот на эту эпоху, мы бы обнаружили в Испании более 5% варваров от числа ибероримского населения. То есть это абсолютное меньшинство. Подтверждением этого служит косвенным подтверждением также и то, что языки Свео и Готов исчезли практически бесследно. Испанский язык, который начинает выделяться из дирекальной рутыни, где-то на рубеже 8-9 веков, как и другие романские языки, французский, итальянский, он является языком ибероримлян, а не Готов. Как ни парадоксально, больше источников на Готском осталось на территории современной Украины, в Крыму, а не в Испании. Потому что Готы осели, и какие-то вот такие источники до нас дошли, и даже Готский язык начинали изучать из Константинополя, из Османской империи, которая контролировала Крымское храмство на тот момент. Хотя в Испании язык Готов сохранялся до самого конца, королевство без Готов, но, по всей видимости, письменных источников там практически не было, писали все-таки на латыни. А те источники на Готском, что были письменные, в основном были уничтожены, потому что Готы изначально были арианами, и, соответственно, в борьбе с этой ересью их письменные источники уничтожались католиками. Также еще одним очень хорошим доказательством постепенной ассимиляции Готов и веры римлянами служат правовые отношения в королевстве. В конце V века в нем, как и в других варварских королевствах, разбилась система персонального права, когда основные этнические группы, то есть и римское население, и германцы, жили по собственным законам. Ну, напомним, это и в Фуркунде было, и в королевстве Франков, и в королевстве Лангобардов. Так вот, у Вискотов первую квалификацию, собственно, вискотского права принял король Эйрих около 480 года. А в конце правления его сына Алариха II в 506 году вступила в силу так называемой бревиарии Аняния или бревиарии Алариха. Но документ назывался, на самом деле, «Лекс Романа», то есть «Римский закон», и это была квалификация норм права, которая действовала для римского населения, то есть гала римского и бера римского, потому что тогда еще у Вискотов основной был массив, был галлий в Акритании. В конце VI века, завершая политическое объединение Иберийского полуострова, Леон Гильд задумал унифицировать право для всех своих подданных, но завершился этот процесс лишь в середине VII века, в 654 году, когда при реке Свинти была издана новая редакция свода законов, в которой мы теперь знаем, как Вискотская правда. Мы подробно разбирали этот документ в выпуске номер 6 второго сезона, убедились, что германского элемента там очень мало вплощения осталось. Таким образом, в правовой сфере и бера римский элемент в казахницу стал доминирующим. Немного о социальной структуре. Вискотское покорение размыло сословные границы, существовавшие в поздней Римской империи. Мы тогда говорили о четырех сословиях, и важнейшим делением было сословие между сословием первым и сенаторским, условно, вторым это куриалы или декурионы, ну и дальше были просто бедные свободные люди, а четвертым сословием были рабы. Так вот, жесткое деление у Вискотов в королевстве сохранилось только между рабами и свободными. Вот это были два таких четких сословия. А среди свободных людей законодательные рамки сословий были убраны. Ну, хотя социально-экономические, конечно, различия сохранились, но в этом смысле надо говорить тогда не о сословиях, а о социальных группах, классах и эллистратах. В пятом веке усиление варварских королевств не в последнюю очередь было связано именно с сословными развлечениями в Римской империи, с теми, с той тяжестью обязанностей, которая лежала на куриалах. И, собственно, вот эти вот куриалы или декурионы, они даже предпочитали бежать из, собственно, римских провинций, ну, то есть тех, которые контролировались непосредственно римской администрацией, в варварские королевства, то есть к тем же Вестгутам, где тяжесть от этого времени была гораздо меньше. Относительно новшествам Вестгутской эпохи, Аль-Помирай-Кюре, называют появление социальной группы в Буцелларе. Это люди, которые добровольно шли на службу к состоятельному человеку в обмен на предоставление оружия или земельного надела, или того и другого. Ну, на самом деле, это очень похоже на отношения партнера и клиента, видимо, это оттуда выросло. Патроны клиента это отношения еще и римского периода. Также это очень похоже на отношения колонна и землеводельца. Но, по моему мнению, это все-таки, вот в Буцелларе это развитие, развитие вот этих форм отношений, довольно логичное. А мы примерно в то же время видим и в Галлию Франков, и в Англо-Саксонской Англии, даже в Ирландии такой формат отношений. Вот как Аль-Помирай-Кюре описывает эти правовые отношения в Испании. Будучи зависимыми, в Буцелларе сохраняли все свои личные права и получали от патрона или сенатора, которого они сопровождали на войну оружие и земельные наделы. Буцелларе имел право в его момент порвать музык, связывающий его с патроном, и этим он отличался от вольно отпущенника, который был постоянно связан обязательством патроната. Сеньор не только обязывался помогать Буцелларе и защищать его, но он должен был выдавать замуж его дочерей, которые после смерти отца до замужества оставались под властью патрона. Патрахнат подобного рода и связанные с ним материальные выгоды предоставлялись Буцелларе настолько привлекательными, что крайне редко они прорвались патронами, хотя и мере на это право. Обычно это случалось, если Буцелларе имел нового патрона, связь с которым по каким-то сооружениям казалась более выгодной. То есть, видите, какие-то вещи, которые мы из первого сезона отмечали в пиодальном праве, они уже тут просматриваются, например, обязанность патрона помогать выдавать замуж дочерей его клиента, то есть Буцелларе. Реально одним из тех фактов, которые способствовали развитию феномена Буцелларе, было то, что изгоды, захватив Испанию, сделали передел общественных земель, но я думаю, что частные они, наверное, не трогали, а вот общественные они перетелили так, что две трети отошло Весткотом, а одна треть и Берогимлянам. И вот это мы видели из анализа Бесковской правды. Поэтому свободные Берогимляне, ну, возможно, бывшие колонны также, они были вынуждены предлагать свои услуги для обработки этой земли, ну и для того, чтобы, естественно, не умереть с голодом, надо было тоже получать какие-то продукты питания, то есть это был труд в обмен на продукты питания, труд арендной оплаты за земельные наделы, например, или за воинскую службу. Что касается политической системы, то изначально королевист Готов, как и у германских племен, вообще это было принято, а избирались. Значит, выборы происходили изначально всем свободным населением, то есть это был выбор военачальника племени. Постепенно у королей стали появляться и также административные, экономические функции, но выборность сохранялась и была одним из важнейших факторов политической жизни. Хотя вот в VII веке мы видели, как некоторые короли пытались передать трон сыну, то есть установить такую традицию наследования, но это было не очень успешно, как мы помним, выборность сохранилась. Хотя выбирать стали не все свободные вискоты, а только знать и потом духовенство. Большую роль сыграли уже Толецкие соборы после обращения короля рекоредов к католичеству. Это были не сугубо церковные мероприятия, а стали они играть роль именно политического такого явления, политического центра политической жизни. Соборы участвовали в разработке законодательства, выступали в высшесудебной инстанции. Ну вот мы помним конфликт короля из НАТИ, на котором низложили сувентивы. Это произошло, вернее, произошло это де-факто в результате заговора, а для Юра была оформлена именно на Толецком соборе. Вот как Альтамир Айкве описывает их. Соборы происходили следующим образом. По призыву короля их члены собирались в церкви святой Лео Кадди в Толедо. Дата созыва и выбор делегатов соборов зависели исключительно от воли короля. Открывался собор религиозными церемониями. Затем в присутствии короля зачитывались проекты законодательных актов, которые становились законами после утверждения их собором. Сперва в первые дни рассматривались церковные дела, разрешение которых король принимал активное участие как гражданский руководитель церкви. На этих собраниях знать не присутствовало. Представители ее являлись на собор лишь для того, чтобы участвовать в обсуждении политических и правовых вопросов, разбиравшихся позже. Однако законодательная инициатива принадлежала только королю и иногда епископам, но не представительным знатьам. По окончании заседаний двери церкви открывались для публики, принятые решения зачитывались всенародно. Король всегда сохранял право вета относительно решений, принятых не по его предложению. Таким образом, фактически соборы во всем зависели от короля. Непосредственное окружение короля составляли зависимые от него лица, леуды. Это что-то типа бутселария самого короля. Правда, следует отметить, что епископов в испанской церкви тоже назначал король. Воплияние Рима на тогдашней церкви было минимальным. Король назначал военных руководителей провинции, герцогов и высших чиновников, графов. После реформы его гильда в 579 году королевство разделили на 8 провинций. Но, по всей видимости, сохранились 4 старых римских провинции. Луизитания, Бетикар, Картахена и Тарагона примерно в тех границах. На севере Галисия немножко уменьшилась, сохранилась как провинция. Но также возникла Астурия к востоку от Галисии. А к востоку от Астурии еще Кантабрия-Воскония. То есть там были и Кантабрия, и Воскония в одной провинции. Ну и, наконец, в восьмой провинции были земли королевства Визгодов в Галлии. То есть провинция Саптимания. Фактически главой провинции стал герцог, как военный руководитель вот этой части королевства. Значит, войско Визгодов изначально, как и в прочих архаичных обществах, кстати, не только у германцев, но мы знаем от истории Древнего Рима и Древней Греции. Так вот, в войске служили все свободные мужчины. Но созывались на такие ежегодные кампании. По всей видимости, в VI веке ситуация изменилась. И всеобщее народное ополчение стало лишь гипотетической организацией, а реальные военные силы остались дружины короля и крупных землевладельцев, которые имели множество буцеларев и могли, соответственно, собрать вот такую небольшую профессиональную армию. Кстати говоря, такое развитие событий мы наблюдали в королевствах франков и в королевстве англосаксов. Вот если помните, мы в третьем сезоне рассудирали военную организацию. Так что вот очень, мне кажется, похожие вещи происходили и у Визгодов. То есть это была какая-то такая тенденция, закономерная тенденция того времени. Все плюсы и минусы такой профессионализации мы на примере Англии как раз-то и видели. И то же самое можно сказать об империи Каролингов и роли в развале империи Каролингов, которая привела вот такой переход на войско в виде дружин крупных чиновников, на то время ставших первыми феодалами графами. Ну и мне кажется, что именно отсюда растут корни феодальной системы. И вот, да, это способствовало разгромленности и децентрализации. Визгодов лишь в самом конце 7 века, наверное, первым из европейских таких правителей. Король Вамбов понял и попытался это изменить. Он пытался вернуть всеобщую воинскую провинность для Визгодов. Может быть, если бы это удалось, то не было бы арабского завоевания Испании. Ну, кто знает. Хотя все равно историки считают, что даже если бы его не произошло, то Испания, вернее, король Вамбов распалась бы на 6-8 феодальных образований. Что касается культуры, то ранне-средневековая Испания оказалась на перекрестке различных культур еще до арабского завоевания, то есть даже если мы не считаем, собственно, ГОТов, которых было мало, и они не оказали большого влияния на культуру, то сошлись и бералимские традиции местные, и греко-византийская культура, принесенная греками, которые образовали, вернее, принесенная греками в анклавы, которые они образовали на юге и юго-востоке полуострова, а также еврейская культура в Испании переселила довольно много евреев еще в римские времена. Как и в других странах Запада, 5-6 века это закат античной культурной традиции, развитие христианское, поэтому качественно и более видных деятелей мы видим, прежде всего, духовных лиц, ну, это, например, в 5 веке Павел Орозий, еще вполне римские, кстати, времена, до развала Западной Римской империи, в Галисии, тоже начиная свою деятельность, и даций, он был священником, потом епископом, и он, кстати, описал нашествие терманских пленов в Испанию. В 6 веке большую роль играл епископ Мэрид и весь год Массона, первоначально он был арианином, потом пришел в католицизм, а в конце 6 века кафедру Сибилии занимали один или другим два таких известных деятеля, иберой империи происхождения, это Леандр и Исидор. Вот Исидор Сибильский, как раз, наверное, является наиболее видным культурным деятелем из годского периода, это было в конец 6-го, начало 7-го века, особенно начало 7-го, когда уже произошло обращение из годских королей в католичество, Исидор оказывается доверенным советником короля Сибута, затем близким другом советником Свинтилы, и для нас Исидор Сибирский важен в первую очередь тем, что он был основным продолжателем античной натурфилософии в раннем Средневековье. Его труд этимологии был своего рода энциклопедией, продолжал вот такие римские энциклопедические традиции. Исидор также берет концепцию семи свободных искусств Мацана Капеллы, и эта концепция стала краеугольным камнем средневекового образования. Она состояла из трибвума, грамматика, диалектика, риторика, и квадрибвума, арифметика, геометрия, музыка, астрономия. Вот это сеть свободных искусств. Первые три тома этимологии как раз им не посвящены. Далее книга о природе вещей дает некоторую целостную картину мира, каким его видел автор. Но она больше восходит к традиции Платона. Исидор также, вероятно, был хорошо знаком с ломотами Аристотеля, потому что описание природы и частей мира повторяет его метеорологию. В конце VII века наиболее значительным духовным деятелем был архиепископ Юлиан. Он происходил из скрещенных евреев, кстати. Писал не только религиозный трудной ряд законов, дополнивших христотскую правду в правлении королей Вампы, Эрвидия и Эйти. К слову, именно Юлиан был главной силой приведущей к власти Эрвидия, потому что похоже, что по отцу он был неготом и по закону не мог претендовать. на королевский престол. Но не одни епископы двигали культуру в королевстве беззводов. Не стоит думать, что верхушка Готска была безграмотна или невежественна. Короли Рекарет, Хиндосвин, Рикесвин и Сисибуд были авторами некоторых литературных произведений. То есть сами писали. Но по именам все-таки в большей степени культуру продвигали представители иберо-лимской знати. Вот был какой-то герцог Клавдий. Он был однокашником Исидора Сивильского. Великий герцог, да, военный. Но судя по имени Исидора Римлян, да, и также оставил литературные труды. Был еще какой-то граф Лаврентий. Он пославился как владелец крупнейшей библиотеки. Что касается экономики, то как и в случае франкского королевства, в VI веке экономика королевства Лесткотов продолжала двигаться по инновационной проектории. Ни торговля, ни ливесло, не претерпели внезапного упадка, просто продолжаясь длинное, постепенное падение экономики. Ну вот мне, как человеку, который является доктором экономических наук, такие явления, они более понятны, наверное, чем историкам, которые об этом писали. То есть экономика сошла в то, что называется по-английски vicious cycle, такой рецессионный цикл. О причинах мы говорили в первом выпуске первого сезона. Это и неудачная социально-экономическая политика Рима, изменение климата. Численность населения падает, аграрное общество, уменьшается ресурсная база, схлопывается собираемость налогов, это пытаются делать силовым путем административным, озлобление населения, люди уходят из городов в сельскую местность. Это еще дневское время, и это все продолжалось. Это объективно очень длинный такой процесс, и главное это численность населения. Она уменьшается, у вас экономика уменьшается однозначно, труд в то время являлся основным ресурсом, определявшим экономический рост. Но не следует думать, что... Поэтому, вернее, не следует думать, что именно варварское завоевание привело к коллапсу экономики или к какому-то кризису. И перемещение жителей из городов тоже было следствием этого. Нет, это не так. Это скорее наоборот то, что варвары легко захватили Испанию и Галию. Это было следствием, а не причиной вот этих экономических катаклизмов и трудностей. Значит, тоже касается того, что вроде бы как жители и Бера, они мне не забыли навыки ремесла и торговли. Нет, не забыли. Просто это сокращалось, сокращался спрос. Сокращался спрос, сокращается ремесло, уходят какие-то сложные вещи и технологии. Сокращается торговля. Торговля продолжала существовать, и все основные ремесла продолжались. Строились мельницы и шахты. Активно шла морская торговля с Византией. То есть это все было, особенно в 6 веке, в 7 веке, меньше, потому что начинается арабское завоевание. Страдают богатые византийские провинции Египет и Сирия. Идет уменьшение торговли. То есть мы видим, это довольно объективный процесс. И он не обусловлен германским завоеванием Галии и Испании. Мы в первом уже сезоне об этом говорили. И говорили, что у франков в 6 веке, например, максимум процветания достигает Марсель, портовый город на Галии. Испания была более активно вовлечена в торговлю в Средиземноморье. Больше, чем Галия, по моему мнению. И к тому же у нее были византийские анклавы, так что торговля там, наверное, даже больше процветала, чем в Марселе. Поэтому я считаю, что торговля в 6 веке, да, она сокращалась, как сокращалась вся экономика, в 7 веке, но 6 век был еще хорошим. 7 век, да, это уже кризис торговли, связанный, в первую очередь, с арабским завоеванием. Я это так объясняю. Но вот имеем то, что имеем. Ну на этом мы с вами прощаемся. По крайней мере, я надеюсь, не навсегда, а на какое-то время. Следующий выпуск, если мне удастся его записать, будет посвящен обзору арабской Испании. Очень кратко, воно это время нам это пригодится. А дальше уже переходим к христианским королевствам и к реконтистям. Не знаю, что будет завтра с моей страной и со мной, но надеюсь, будем надеяться на лучшее, будем надеяться, что наш цикл продолжится. Вы можете поддержать меня и мой труд на Patreon. Patreon.com.ca.v.al.k.h.o.k.h.o.v. Подписывайтесь на мой канал в YouTube. Велфа-флоп. Спасибо вам за внимание. И всем всего хорошего. Нам, мира и на одном, на одном, на одном, на одном. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok